Университет, университет Северный Арктический Федеральный Университет открыл новый учебный год 2022-2023. День знаний – главный праздник для всех студентов, преподавателей и, конечно же, первокурсников. 4105 новых студентов из Архангельска, Калининграда, Бурятии, Ханты-Мансийска, Кемерово, Якутии, Омска, Перми и Хабаровска пополнили ряды университета. Именно они и стали основными участниками традиционных праздничных мероприятий 1 сентября. Торжественная студенческая линейка перед зданием научной библиотеки САФО и открытие звезды первокурсника на площади перед главным корпусом университета. Это уже 13-я звезда на аллее первокурсников. Пусть ваша путеводная звезда вам светит все годы, пока вы обучаетесь в университете после выпуска из университета. Пусть она вам принесет новые знания, успехи, дерзания. Мы вас верим. В первый учебный день для первокурсников состоялись ознакомительные организационные собрания с руководителями высших школ университета и ставшие традиционной открытой лекцией ректора САФО профессора Елены Кудряшовой. В рамках которой были представлены не только научные, образовательные и культурные проекты Федерального ВОЗа, но и перспективы дальнейшей работы именно в Арктическом регионе. Поскольку государство сегодня выделяет просто колоссальные средства, многомиллиардные, на развитие разных проектов, связанных с Арктикой, то здесь очень приличные заработные платы. Очень хорошие социальные такие. И, ну, вы знаете, что никто же не отменял северных коэффициентов, арктических коэффициентов. Поэтому в среднем зарплаты в этом регионе выше, чем остальных регионов. Для многих абитуриентов работа и жизнь в Арктическом регионе стала основополагающим фактором для поступления в САФО. В этом году возможностью получить образование именно в Северном Арктическом Федеральном Университете воспользовались не только жители России, но и стран Востока и Азии. И Ордании, Ирана, Малайзии, Сенегала и ЮАР. Хотя по-прежнему Пальму первенства по количеству поданных заявлений в 2022 году среди иностранцев удерживают абитуриенты стран ближнего зарубежья. Мой брат учился здесь два года назад. Он посоветовал мне, что САФО, все удобства есть, и федеральный университет. Интересным и многообещающим видит обучение в университете, конечно, и архангелогородцы. Выбор пал на этот университет, потому что он, во-первых, находится в моем городе, перспективы, ну я думаю, они будут и появятся однозначно уже по ходу учебы. Я думаю, я найду здесь что-то интересное. Ну плюс еще не особо хотел уезжать из Архангельска, потому что все-таки, ну тут довольно интересно, плюс некоторые друзья уже учатся, знакомые тоже в САФО. Сказали, что в принципе довольно-таки приемлемо, хорошо, молодежно, классно. Ну и вот как-то остановился на этом. Вступая в ряды российского студенчества, даем клятву быть верными единому духу студенческого братства. Клянемся, клянемся, клянемся. Спасибо, друзья. Праздник продолжили студенческие объединения университета, представив первокурсникам свою творческую, волонтерскую и научную деятельность. Елена Вишнякова, Сергей Земских, Анжелика Долинина, Медиа-центр САФО, Арктический мост.